Всем привет! Чуть не посидела, пока доехала. Господи, сколько сегодня дебилов на дорогах. Это просто жесть. Еду по главной, просто лезут под колеса на развороты, на повороты. Я вообще в шоке просто. У меня же сердце вот так вот. Капец. В общем, приехала смотреть офис. Сейчас позвоню человеку, который должен его показать. Сегодня только выложили. Блин, я уже задолбалась, честно. Я так устала искать эти офисы. Пофигу. Будем брать, что есть. Если что, подшаманим уже и сами во время работы что-нибудь там подделаем, сделаем. Потому что уже реально сил нету. В общем, пойдемте смотреть. Погодка сегодня просто отменная. В общем, иду смотреть офис. Самый центр в Челябинске. В центре некуда. Пешеходная улица, Кировка. Что еще вам сказать? Единственный график работы до восьми. Помещение до восьми вечера. Но есть парковка. Есть площадь там 22 квадрата большая, хорошая. Какая-то мебель есть. В общем, сейчас пойдем посмотрим. Вот я пришла. Вот это здание прямо передо мной. Представляете? Единственное, по-моему, без окна. Сейчас посмотрим. Не помню. По-моему, окна нет у них. Вот молодежная мода наша. И прямо в этом здании. Идет демонтаж конструкции зимних. Ну, на Кировке, чего хорошо. Из любого конца города можно добраться. Беспроблемно. Рядом остановки, площадь революции. Прям круто. Там вот сюда. Сейчас еще один покажут кабинетик. Ну, мне уже нравится. Наконец-то. Здесь общая территория. Кабинетик. В общем, здесь не помещение понравилось. Вход идет со двора. Будет парковочное место. Одно, по крайней мере, точно будет. Вот. И сейчас мне покажут еще один кабинет. Он будет поменьше, но уже с окном. Цена такая же, одинаковая. В общем, сейчас буду смотреть. Ждать еще одно. Слушайте, мне расположение нравится. Я все-таки, как хотела на Кировке, так по ходу дела и буду брать на Кировке помещение. Тут, смотрите, удобно. Вот тут шлагбаум получается. Сразу заходишь, и вот корпус один. А если то помещение, то нужно будет пройти вот так вот прямо сюда. И вон до туда вот офис-центр. Но там прям все сделано. Мне нравится и коридор, и общая зона отдыха есть с диванчиками. Окна нет только. Но там площадь хорошая, большая. В общем, буду выбирать из того, что есть. Мне уже нравится. Вот такой вот офис. И здесь окно выходит на комомы. Стоянка. Там вот Кировка. Заехала на мойку. Грязь забить. Где-то помните, у меня Далматинец, а не машина была. Сейчас вам что-то покажу, что здесь стоит. Смотрите, какая фонда. Прям крутяк, да? У нас потому что улица более-менее сухо, чтобы сверху грязь сбить. Это как-то мне стрёмно ездить, как Далматинец. Уже грязная. Все вообще ужас. Мне вчера опять, кстати, второй раз уже окатили. Уже на братьевка Ширинах. Короче, буду уже объезжать. Доброе утро, дорогие друзья. Мы шли с Дашулечкой погулять. У нас все, все тачки стоят, все гроба. Вчера прям вообще очень сильно снег валил. Смотрите, как много сугробиков. Я где-то перчатку свою потеряла одну. Прям вывесила. Смотрите, какие сугробища какие-то. Ой, Дашулка дела свои делает. Сейчас буду убирать зиму. Ладно, сегодня хоть небо ясное более-менее. Хотя бы солнышко видно. О, мой сугроб стоит. Капец мне ее сегодня откапывать. Два дня машину не брала. Надеюсь, я вообще с этого места сегодня выйду. Потому что там все завалено. Там еще трактор проходил. Очистили дорогу. То есть у меня тачка вообще в сугробе. Дамочка, пойдемте домой. Пойдемте завтракать, мадам. Короче, домой завтракать идем. Нашла я свою перчатку в лифте и ее выронила. Какая-то тварина. Не ходи сюда. Обходи. Выгуливала свою собаку. Она воссала лифт. И вонищина весь лифт. Неужели сложно выйти и затереть за своей собакой? Блядь, мочу. Прям отвратительно. Ехать невозможно. Капец, как воняет. Что ты, Нинка, так вздыхаешь? В общем, что я сейчас сделаю? Я сейчас отсняла обзорчик на любимый Василек. Девочки, вот все переживают сейчас. Нинь, нам не пишут. Санкции. Капец, как дальше жить будем? Зары нет. И Чендема нет. Там Бершки нет. Других магазинов нет. А я-яй, все капец. Я не знаю. Мне кажется, наши российские производители. Типа там, любимый Василек. Ивтекс 37. Сайт Беру оптом. Вот мне кажется, наши российские, просто ивановские производители. Плюс еще белорусские. Там же вообще фабрик полно всяких. И верхнюю одежду шьют классную, кстати, в Белоруссии. И Мир Трик. Пресли. Пресли вообще обалденный. Просто белорусский трикотаж. У них и верхняя одежда, и просто одежда повседневная мега крутого качества. И цены намного ниже, чем во всяких там Зарах, Бершках и тому подобное. Девочки, не пропадем. Нас оденут. Нас всех с вами обуют. Тем более модели настолько современные сейчас. Я не знаю, я по этому поводу вообще не переживаю. По поводу там одежды или еще чего-то. У нас люди как ломанулись. Господи, это вообще сейчас такой просто трешак был. Сейчас вам расскажу. Я сейчас что делаю? Я хотела съездить еще один офис посмотреть. Вот. Ну что-то у нас так снегом там засыпало. Сейчас идти машину откапывать, честно, не хочется. Плюс я сейчас снимала обзор. Сейчас закинула еще стирку. Стирать нужно подождать, когда стирка достирается. Может, завтра поеду смотреть. Честно, не знаю. Может, сегодня еще успею съездить. Вот. Про чем я вам хотела рассказать-то? А, про Икею. Короче, Икею закрывали в Екатеринбурге. Не помню, какого. То ли 5-го, то ли 4-го числа. Все ломанулись. Там такие очередины были. Это просто жесть. У нас Икеи в Челябинске нет. Есть в Екатеринбурге. Но в Челябинске из Икеи люди есть, ну, специальные есть фирмы, которые ездят в Икею за определенное вознаграждение и привозят тебе оттуда товары. Как за доставку, типа? Так вот, они все туда ломанулись. В давках дрались за сковородки и кастрюль. За этих акул. Ну, вот мягких игрушек. За все подряд. Тащили оттуда абсолютно все. Скупали даже двери для шкафов, которые отдельно просто створки дверей продают. Скупали все абсолютно. В очередях стояли более 6 часов. Но это был трэш просто. Мне девчонка знакомая скидывала. Она в Мегу ездила. А Икея как раз в Меге находится. Она говорит, нет, там вообще жесть просто, адища. Вот. И сейчас самый прикол в чем? Я сегодня смотрела, мониторила Авито, чтобы посмотреть офисы, да, новые, может, что-то появилось. И все эту Икею все поголовно просто сейчас скидывают на Юлу, на Авито, вот на такие сайты. И цены ломят просто неимоверные. Зеркало, которое стоило, которое я себе хотела, оно стоило в Икее. Там 3 с чем-то тысячи рублей, короче. Ну, в районе 4, ладно, округлим до 4. Честно, цены не помню. 3 800 или что-то такое вот было. То ли 3 700, то ли 3 699. В общем, до 4 округляем. И они эти зеркала сейчас ставят по 8 с половиной тысяч рублей. Напольное зеркало из Икеи. 8 с половиной тысяч рублей. Хотя точно такая же модель, только не из Икеи, допустим, а какого-то другого производителя. Но один в один, прям вот даже и размеры одинаковые. На Ваутберрис, на Азоне стоят по 3 с половиной. По 3 с половиной. Эти придурки набрали и продают за 8. Прикиньте. Я вообще, я просто в шоке. Цены просто, они задрали на эту Икею. Я думаю, люди, ну неужели вы настолько глупы? Икея это не тот магазин, который нужно было вот под шумок выносить, понимаете? И все оттуда скупать. Все, кому надо, в Икеи уже давно затарились. У нас, кстати, самый был прикол в том, что когда все ломанулись в Икею в Якате, у нас в Челябинске открылся магазин Хофф. В новом торговом комплексе у нас в Таганайе открылся. И открыли магазин Хофф. Это российский производитель, аналог Икеи. И там в разы все дешевле. Ну просто капец. Короче, люди себе в убыток сработали. Вот. Еще это-то еще знание о том, что сейчас открыли магазины Apple. Назад открыли. Ну, по крайней мере, в Челябинске так точно. Вот. Их закрывали буквально на день. Потом сделали переоценку товара. И сейчас, допустим, телефон, который раньше стоил 90 тысяч рублей. Там, не помню, то ли 12, то ли 13. Сейчас его продают за 260. За 260. Я думаю, кто возьмет? Ой, просто тоже уграла. Думаю, недолго вы, недолго вы санкции вводили против нас. Видимо, просто не хотят терять такой рынок. Потому что только в России, мне кажется, люди поголовно просто как сумасшедшие берут кредиты на эти телефоны. Скупают эти айфоны. Вот просто. А, тоже какой еще прикол? А, прикол был в этом, в инстаграме я видела видео. В метро сидит девчонка с 13 айфоном. А у самой ботинки в дырках рваные. Просто рваная сбоку дырень. Просто у нее полноги там вывалилась, понимаете? И зато с 13 айфоном на метро. Вот. Короче, долго смеялись, ржали вчера. Это надо было просто. Люди по сумапо сходили. Как у нас в каждых пабликах сейчас пишут. Просто читают челябинские паблики. Я не знаю. Мне кажется, что это какие-то боты, наверное. Или вбросы какие-то делают из серии. Пустые полки в магазинах. Все по этому сахару. Сахара нигде нет. И просто там в комментарии читаешься. Да-да-да. Сахар подорожал. А если он и есть на полках, то за бешеные деньги. А так вообще его нигде нет. Я хожу у нас в магазинах. Пятерка. Спар. Там магниты. То есть у нас все вот эти магазины. Тут же самый фикс прайз. Везде есть сахар. Везде. По обычной цене там 55 рублей. Ну в районе 60. Я думаю, что за кипиш люди устраивают. Мне кажется, это просто какие-то вбросы делают. Это прямо вообще капец какой-то. У меня тут за 3 дня. Я, короче, я додумалась. Я закрыла свой инстаграм, чтобы туда не лезли те, кого я не хотела бы видеть среди своих подписчиков. Вот. Думаю, те, кто на меня давно подписан. У меня же подписчиков там дофига. А по факту из этих подписчиков, наверное, на регулярной основе меня смотрят, ну не знаю, тысячи там до 10, тысячи в 7-8, ну вот так примерно, да, из 49. Вот. Я думаю, ну и нафига мне вот эти вот левые лишние зрители. Закрыла инстаграм свой, сделала закрытый аккаунт. Первые 2 дня была тишина. То есть нормально, там добавлялись, там по несколько человек, как бы, Нин, ты что закрыла, мы тебя смотрим. Ну вот из этой серии я их как бы к себе добавила. Просыпаюсь утром, пишу своему менеджеру, который у меня инстаграм занимается. Я говорю, это что за капец? Просто за ночь 150 человек в заявках, чтобы добавиться. Я их начала пролистывать, смотреть, кто это. Все, абсолютно все, с детскими аватарками, везде в описании дети до 13, 14, 15 лет максимум. Все. Либо вообще без аватарок, нулевые аккаунты, либо дети до 15 лет, но в основном там 12, 13, 14. Прикиньте, просто кто-то накрутил ботов. Вот, потому что сейчас же в Телеграме очень много всяких, скажите мне, страничек из серии, куда сливают там, допустим, если блогер высказывает свою какую-то позицию, туда его сливают, ему накручивают ботов, либо засылают за какое-то вознаграждение, за очень низкое, маленькое, да, как раз вот таких вот детей, для того, чтобы они заработали, типа заработали деньги, да, и при этом написали какие-то гадостливые комментарии, для того, чтобы они жаловались на аккаунт и тому подобное. Думаю, вовремя закрыло. Все, вчера было, за вчера у меня, опять же, и всегда добавляются только ночью. То есть днем вообще новых заявок нет, только ночью. Первый день было 150 человек, вчера было 76. Я сегодня просыпаюсь, ровно 150 человек, опять ровно 150, и за все три дня вот эти вот, все только дети. Я не знаю, кому делать нечего, и с этими ботами, блин, вообще капец просто. А вот детям, которые на это все ведутся, я не знаю, мне кажется, родители должны в первую очередь промониторить и объяснить, что легких денег они так не заработают. То есть им никто за это не заплатит, но при этом они будут, ну, как бы, пакостить другим. Вот, я по этому поводу не парюсь, я сейчас в Инстаграм вообще никого не добавляю. То есть даже если вот среди этих кучи народу будет там 2-3 человека, те, кто действительно там хотят на меня подписаться, я их просто, я не сижу каждого человека, не проверяю, я просто всех отклоняю поголовно. Возможно, через несколько дней открою Инстаграм, там буквально на несколько часов, чтобы люди добавились, те, кто хотят добавиться. И это будет, конечно же, днем, чтобы ботов ко мне опять никто не напихал, скажем так, в аккаунт. Вот. По поводу чего-то еще вам хотела рассказать. А, по поводу офисов, которые я вам показывала в предыдущем видео, в предыдущем дне в этом видео. Вот. Кстати, у нас самое интересное, что я когда вот показывала вам на Кировке ездила, у нас было плюс 6, уже почти снег почти растаял, оставался только на газонах. И на следующий день как сцепанул просто. Вот то, что вы сегодня видели, у меня там машина, да, стоит в сугробе, я весь двор в сугробах. Это просто трешак, просто за один день. Представляете, опять пришла зима, мне уже от этого снега тошнит. Я уже хочу лето, весну, я не знаю, хоть что-нибудь, но лишь бы снега не видеть. Вот. По поводу этих офисов. Я-то сначала, я уже когда монтирую видео и сижу, я понимаю, что я там с таким восторгом про эти офисы рассказываю. Мне очень сильно на молодежной моде, на Кировке, где я вам показывала, понравились два этих офиса. Один офис был без окна, второй с окном. Я уже все в эйфории такая, думаю, да, все, то, что хотела, как раз все надо брать. Вот. Вышла, позвонила Стасу, с ним что-то поговорили, он говорит, ну что там, без окна, ну пофигу, как бы, что без окна. И он мне такой, а график-то работы у них какой? Парковочное место. Я говорю, парковочное место одно будет, то есть там я или он сможем машину спокойно поставить. Для людей, которые будут приезжать, машину припарковать негде, потому что все парковки. Обычно там вот, которая даже из окна вам показывала, ведь все заставлено всегда поголовно. То есть это нужно за несколько домов на соседней улице или возле Куба где-то кидать машину, как я кинула возле Куба и пошла пешком смотреть, да, и там через вечный огонь проходишь, вот, где-то там кидать машину. Думаю, ну ладно, как бы это центр, люди, кто в центр едут, те знают, что или на такси, или на общественном транспорте можно доехать, или попросить, чтобы тебя привезли-увезли, или на крайняк поставить машину там за несколько где-то домов припарковаться и дойти пешком. Там, в принципе, все рядом. Но график работы до 8 часов вечера. То есть в будние дни, выходные дни. Я-то думала сначала, что до 8 всегда, ну типа и выходные дни тоже. Я думаю, ну в принципе, как бы, ну стрёмно, что до 8, потому что всякое может быть, да, пойти что-то не так, можно, вдруг нужно будет задержаться, не успею там. Татуировка же это такое дело, что ее по часам сложно прям тютельку в тютельку, да, рассчитать. Примерно ты прикидываешь, сколько времени надо. Вот. И думаю, вдруг не буду успевать. И что я потом буду делать с клиентом? Вот что. Ну ладно, я могу замотать его там пеленкой, да, на следующий день, чтобы он приехал и добить его. Ну а вдруг ему на следующий день уже неудобно будет. Короче, у меня вот такие вот начались головники. Я думаю, до 8 это неудобно. Думаю, ладно, позвоню ему, узнаю, уже домой, когда приехала, вечером сижу, думаю, позвоню, узнаем, можно ли вдруг там, да скольки у них будет сторож, охранник, чтобы вдруг задержаться, как бы, и, ну хотя бы там, да, примерно там полчаса, час, можно ли задержаться, узнать. Я им позвонила, они говорят, нет, строго до 8, я говорю, а выходные дни, ну что-то меня вот прям клинило, так этот, она говорит, а выходные мы до 6. Я думаю, блин, ну как? Ну как вы офисные, как офисные помещения, ну общие, да, помещения, вы сдаёте под любой вид услуги до 6 часов. И что я до 6 буду делать? Ну блин, вообще неудобно. Короче, я опять расстроилась. Потом поехала, пошла пешком, там тоже недалеко было. С Кировки спускаешься, через оперный театр проходишь, ну кто в Челябинске, я пойму, да. Короче, там дело 5 минут, вот буквально дойти до улицы Труда с пересечения с Свилинга. Там офисное помещение, я тут же сразу смотрела в объявлениях, там офисное помещение, но оно находится в Цоколе. По фотографиям нормально было. Я пришла туда смотреть, я вам видео выкладываю, они говорят, у них 2 там помещения, но побольше, другой поменьше. В этих помещениях располагались какие-то там партии, чего-то там, я не помню чего, какие-то народные там деятели, в общем. Я зашла, который поменьше помещения, но оно в принципе как бы, ну такое, знаете, ну по пятибалльной системе, если выбирать, то на троечку. Ну я думаю, ну блин, ну пофигу. Ну я, блин, я захожу туда, смотрю, и там пахнет вот этой плесенью, сыростью. Я не знаю, вот есть офисные центры, в которых Цоколе, там прям нормально, там разницы нет, что ты в Цоколе, что ты на первом, что ты на восьмом этаже находишься. Но здесь прям вонище вот этой сыростью, я просто понимаю, что это будет все течь. Окно еле там открывается, кондиционера нет, то есть помещение не просушить, ничего с ним не сделать, не проветрить толком. Там вытяжки там никакой тоже нет, думаю, капец. Ну вот подвал подвалом, прям думаю, не подходит. Вот. Короче, всю голову себе сломала. Вообще честно, я никогда в жизни, я не знаю, может вы сейчас скажете, нам бы твои проблемы, да, и вы, возможно, будете правы. Но для меня сейчас найти офисное помещение, это необходимость очень важная, потому что от этого зависит напрямую мой доход, вот, моя работа. То есть мне нужно найти это помещение, потому что я должна там в нем работать. У меня уже есть клиенты, девчонки, которые ждут, да. Кто-то, конечно, там из знакомых приходит ко мне домой, и я могу их там, знаете, еще этот, как бы принять что-нибудь там, набить им маленькое такое. Но опять же, причем я знакомых-то своих, которых знаю, я знаю, что у них нет аллергии, допустим, на собаку, да. Я там полностью дезинфицирую всю свою комнату. Понятное дело, что незнакомых людей, которых я знать не знаю, я к себе домой не потащу. И при наличии дома животного, как бы, да, я не буду делать татуировки. Вот, поэтому мне надо найти помещение. Мне тоже девчонки писали в комментариях о том, что Нина, может, ты улучшить студию, просто квартиру, студию маленькую снимешь какую-то и в ней будешь делать, раз ты офис найти не можешь. У нас, знаете, у нас студии сдают, во-первых, все сдают с мебелью, без мебели вообще не найти. Только в Чурилово можно где-то еще, знаете, без мебели откопать. Но Чурилово это далеко, то есть туда никто не поедет. Но только тот, кто с центра из ЧТЗ туда поедет. То есть там с северо-запада уже люди не захотят ехать туда. А квартиру с мебелью снимать, да, какую-то студию, для меня не вариант, потому что у меня своего оборудования, своей мебели для работы очень много. И я просто не смогу там разместиться. У нас на северо-западе без мебели, вот даже в нашем районе, да, у нас же новые тут дома. Студии очень много, но без мебели практически не сдают. А если сдают без мебели, то это просто трешак, честно. Потому что либо цену ломят, там за 24 квадрата просят 15 тысяч рублей, блин, там 12-15, но это до хрена за квартиру, да. Плюс еще туда входит коммуналка полностью вся, ну, короче, накладно выходит. Того не стоит, вот. Ну и опять же, да, в квартиру идти, там, за какой-то услугой, ну, как-то стрёмно, блин. И я себя буду чувствовать, понимаете, тоже не в безопасности, скажем так. Одно дело, когда ты в офисе находишься, когда там проходит систему охраны, например, да, когда там люди другие рядом в офисе находятся. А так придет какой-нибудь, ну, к примеру, мужик на татуировку. Зайдет ко мне, допустим, я студию, да, если сняла квартиру. Зайдет, увидит, что я одна. Тут же по башке настучит, блин, ладно, если настучит еще, хрен с ним, да. Но вот мало ли что сделает, понимаете. Развернулся, ушел и все. И меня там найдут в этой студии, только когда Стас, допустим, приедет, обнаружит, что у меня дома нет, и я на звонки не отвечаю. Либо когда хозяин квартиры объявится, придет. Поэтому как бы нет. Вообще капец. Короче, трэш. Потом, что еще, куда я хотела съездить сегодня? Я хочу съездить, посмотреть офисы в Спиридон. На вид ЖК, ой, ЖК, блин, все, ТК Спиридонов. Это бизнес-дом Спиридонов у нас, не ТК. Бизнес-дом Спиридонов. Хочу там посмотреть. Мне там предлагают 10 квадратов офиса, вот. Но нужно его съездить, посмотреть. Там у них система, знаете, какая? У них не отдельные, как кабинеты, а вот как стеклянные такие, огороженный кабинет, стеклянные полностью такие, витрины. Ну, как витринного образца, вот. И у них там вот много вот так этих кабинетов в притырку к друг другу идут, да. И между ними стеклянные вот эти большие перегородки. Но я думаю, в принципе, если какие-то жалюзи повесить, то почему бы и нет? В принципе, это нормальный вариант. И сегодня еще у нас за Спиридоновым, почему я сегодня, да, думала съездить, а потом думаю, что я буду кататься по 10 раз. За Спиридоновым открыли новый бизнес-центр. Вот, там идет полностью, ты туда заходишь, там обалденный холод, там есть зона в этом холле, где можно отдохнуть, где можно подождать. То есть там прям такие, сейчас фотки вам еще сюда, видео вставлю. Прям охренительно, короче, прям-прям круто. Плюс есть секретарь будет входить, да, в стоимость. Что там еще, какие-то развлечения, общая кухня есть, да, где можно пойти со своим клиентом кофе попить, например, или чаек там. То есть там прям вообще прям лакшери, фигакшери вот сделано. Типа по новому уровню, бизнес-дом нового уровня. Там офисы небольшие, там, то есть они там по 8-9 квадратов. Ну, малышечки прям. Ну, я думаю, ну, в принципе, пофигу, 8-9 квадратов мне, чтобы поработать, мне хватит. Но там есть угольная даже очистка воздуха, представляете? То есть вот прям вообще круто. Угольные фильтра для очистки воздуха, кондиционирование. То есть прям все круто. Про личного секретаря я вам уже сказала. Короче, фотки вам вставлю, покажу. Но сам этот офис, ремонт все свеженький, свежий прям новый классный ремонт. Хорошие обои, там напольное покрытие, все дела. Но там нет окон. То есть представьте, комнатушечка 9 квадратов без окна. То есть окна нет. Там, в принципе, вообще окон у них вот именно в кабинетах нет. Но вот эти вот большие стеклянные общие залы, конференц-залы, все в твоей доступности будет. То есть можно ходить, всем абсолютно там пользоваться, все, что там есть. Но единственное, что нет в самом офисе окна. Но, в принципе, думаю, ладно, фиг с ним, окна нет. Все, ну ты работаешь, потом ты делаешь какой-то там перерыв. Ну, во время татуировки, во время сеанса несколько раз ты делаешь перерыв, да, чтобы и клиент отдохнул, и ты отдохнул. И можно, в принципе, будет заматывать клиента, там, допустим, там руку замотала, или ногу там, да, и можно будет выйти и посидеть кофе. Там, ну и кофе клиентам нельзя, чаек попить, да, например, отдохнуть. То есть вот такой еще вариант. Но там будут офисы свободные, вот этих вот площадей небольших, с 9-го числа. То есть они сейчас новый этаж подготавливают, там полностью под эти офисы, и их открывают с 9-го числа. И мне сказали, звоните 9-го числа, приезжайте, смотрите. Вот, так что, в принципе, до 9-го числа, послезавтра уже. Можно подождать и сразу съездить. И там посмотреть, и в Спиридонове посмотреть. Вот. Потому что у нас сейчас вообще, у нас на дорогах сейчас снег этот выпал, жопа вообще капец какая. То есть ездить сейчас что-то смотреть, выискивать. Ну я думаю, ну что я буду там сколько, через день кататься в одно и то же. Там вот прям они вот рядом прям стоят. Вот одно здание, и за ним сразу другое здание. По 10 раз накатывать туда. Мне кажется, лучше сразу приехать, посмотреть все, и в сравнении уже выбрать. Потому что для меня вот лично из тех объявлений, которые у нас сейчас есть, вот эти вот в ЖК, в ЖК, блин, все уже, в бизнес-доме Спиридонове, и вот в этом новом бизнес-доме, это последний шанс, последний выход. Потому что я думаю, что, скорее всего, где-то там буду брать. Искать больше уже не буду. И опять же, там удобно. Там большие парковки новые. Как бы есть куда машину, да, поставить и свою, и клиентам будет. Вот плюс прям Спиридонов находится, прям на остановке. То есть вот остановка 20 метров, и вот это вот бизнес-дом Спиридонов стоит. Еще 20 метров пройти, и за ним вот этот новый бизнес-дом. Вот. В общем, короче, думаю, что я, скорее всего, все-таки остановлюсь на этом выборе и пойду туда. Но вот я не знаю, сейчас, сегодня съездить все-таки, или съездить 9-го часа сразу. Наверное, сразу съездить все посмотрю. Что, ради одного, вот сейчас ради одного просмотра ехать? Один фиг, сегодня я его не сниму. Завтра выходной день, да, как бы завтра 8-го марта. Один фиг, если я сниму, так сниму только 9-го числа. Поэтому думаю, что, скорее всего, 9-го съезжу туда, посмотрю. Ладно, вставлю вам фотографии. Напишите, прикольно, не прикольно. Нравится, не нравится. Вот. Ваше мнение для меня очень важно. Ладно. Этот вложик я на этом часу уже смотрю, наболтала на 22 минуты вам. Этот вложик, на этом я закончу. Вот. И обзорчик выложу на второй канал, на большой. Обязательно заходите, подписывайтесь на большой канал, кто не подписан. Вот, смотрите. Потому что видео будут выходить чаще в связи с тем, что монетизацию нам. Рекламу на российских каналах отключили. Но доходы с других просмотров все равно идут. Поэтому, как бы, будем просто выкладывать побольше роликов. Знаете, как стимуляция. Это вот я просто угораю, говорю. Вот мне все пишут, Нина, ты редко снимаешь видео, снимай почаще, выходи с нами на связь почаще. Я такая, да-да-да, буду снимать чаще. И вот, понимаете, я не снимала чаще. И один фиг меня сейчас. Ютюб заставляет снимать чаще. То есть, Нина не хотела сама, мы тебя заставим. Будешь снимать вот так. Вот. Так что так вот. Нет, на самом деле, я очень рада общению с вами. Я очень сильно по вам по всем скучаю. Я читаю абсолютно все комментарии. Очень много комментариев уходит на рассмотрение. То есть, Ютюб сам... Много комментариев, которые где с оскорблениями. Ютюб сейчас сам банит и удаляет. Поэтому, если вдруг ваш комментарий, вы написали какую-то пакость, и он не опубликовался, значит, Ютюб его удалил. И очень много комментариев уходит на рассмотрение. Я их читаю потом по мере того, когда у меня есть свободное время. Какие-то одобряю, какие-то не одобряю. Где уж совсем там за шквар какой-нибудь пишут. Вот. Такие комментарии я просто удаляю, а комментаторов в баню. Вот. А остальных я всех одобряю. Поэтому. Всех люблю. Всех целую. Спасибо, что посмотрели этот вложек. Я вас обожаю. Помните, вы у меня самые лучшие. Вы самые-самые у меня. Вот. Безумно вас люблю. Всем мира, добра и счастья. Будьте счастливы. Девчонок, с наступающим 8 марта. Я думаю, что завтра я их поздравляю обязательно. Все. Всех люблю. Всем поковка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.